Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы на заседании военно-промышленной комиссии рассмотрим ряд ключевых вопросов в области обороны и безопасности России. Обсудим приоритетные задачи как на ближайший период, так и на более долгосрочную перспективу. Вначале я хотел бы проинформировать, что подписан указ о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники. Как вы помните, мы говорили об этом ещё 10 сентября прошлого года, о необходимости подготовить такой документ. Вот он подготовлен, подписан. Генеральные конструкторы возглавят работу по созданию стратегически важных систем вооружения и, соответственно, получат широкие полномочия по ресурсному обеспечению проектов. Предполагается, что таких конструкторов будет не более 20. Кандидатуру каждого рассмотрит коллегия ВПК, а затем они будут утверждаться на заседании нашей комиссии. Таким образом, статус и персональная ответственность генерального конструктора заметно повышаются. Рассчитываю, что это послужит более эффективной реализацией ключевых проектов в области национальной обороны и безопасности. Давайте теперь посмотрим, пройдёмся по некоторым основным вопросам, которые мы должны будем обсудить. Прежде всего, о финансовом и ресурсном обеспечении новой госпрограммы вооружения до 2025 года, которую предстоит утвердить в этом году. В послании Федеральному собранию уже отмечалось, что мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений. Россия никому не угрожает, и все спорные вопросы стремится решить за столом переговоров. Мы так и будем поступать в дальнейшем, будем придерживаться именно этой политики. Вместе с тем мы видим, как другие государства открыто заявляют о своих геополитических претензиях, не останавливаются и перед открытым вмешательством во внутренние дела независимых государств, при этом активно наращивают и совершенствуют свои военные арсеналы. В этих условиях мы обязаны обеспечить надёжную, гарантированную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов России. Когда я говорю о том, что многие или некоторые государства проводят другую политику, а именно политику силового давления, то вы все понимаете, о чём идёт речь. Мы это видим всё своими глазами на протяжении длительного периода времени. Всё это делается под аккомпанемент разговоров о международном праве, о желании решать проблемы с помощью переговоров. Но в данных вопросах, как мы с вами хорошо знаем, один из деятелей мировых прошлого хорошо сказал, в этом случае важны не намерения, а потенциалы. Вот мы видим, как потенциалы растут. Я уже приводил данные, связанные с количеством денег, которые направляет Россия, которые направляют другие страны на военные нужды. Это несопоставимые просто величины, просто несопоставимые, в разы больше, чем мы тратим. Но, повторяю ещё раз, мы можем и должны ответить на этот вызов, причём, как я сказал вначале, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений. Можем мы это сделать? Конечно, можем. И упор должен быть сделан на высокие технологии. Будем и дальше укреплять наши вооружённые силы и военную организацию в целом. Делать всё необходимое, чтобы они были современными, наши вооружённые силы, мобильными и хорошо оснащёнными. Способными выполнять свою главную, основную задачу – нейтрализовать риски и политические угрозы, потенциальные угрозы безопасности нашей страны. Разумеется, наши планы должны быть реалистичными. Как и прежде, в полной мере учитывать финансово-экономические возможности государства. И, безусловно, в соответствии с теми обстоятельствами, в которых мы сегодня находимся, в которых находится наша мировая экономика, безусловно, без серьёзного анализа ситуации в этой сфере мы не можем строить и свои планы в области обороны и безопасности. Поэтому сегодня всесторонне обсудим прогноз макроэкономических показателей как основу для формирования проекта «Государственные программы вооружения» до 2025 года. При этом хочу обратить ваше внимание как минимум на два принципиальных момента. Во-первых, необходимо обеспечить преемственность мероприятий новой госпрограммы вооружения по отношению к действующей госпрограмме вооружения на 2011-2020 годы. И, во-вторых, проект новой госпрограммы должен учитывать положение новой военной доктрины России, утверждённой 25 декабря прошлого года, в которой уточнены военные угрозы безопасности нашей страны. Приоритеты в разработке, производстве и постановках войска новейшего вооружения, техники должны быть определены в соответствии с этим важнейшим документом стратегического планирования. Второй вопрос – это итоги деятельности в 2014 году фонда перспективных исследований. Вы помните, год назад на совещании в Туле мы говорили, что фонд должен стать технологическим лифтом для оборонных инноваций, не заниматься пусть и новыми, но уже отработанными темами, а стимулировать именно прорывные революционные исследования. Кстати говоря, именно так я только что об этом и говорил. Мы сможем обеспечить, безусловно, обороноспособность и безопасность нашей страны, не втягиваясь в гонку вооружений. Этот фонд призван способствовать максимально быстрому внедрению в практику таких новейших разработок. Должен отметить, что за последний год фонд организовал работу по целому ряду важных проектов, в том числе по созданию технологий вооружений, не имеющих мировых аналогов. По сути, начато формирование ключевых элементов перспективных систем вооружения, а также инновационных технологий их производства. С некоторыми из них мы сегодня познакомились на специализированной выставке. Работа фонда по этим и другим приоритетным направлениям должна быть продолжена. Мы знаем, что сегодня по Печительским советам фонда утверждено 49 проектов, причём 26 из них уже реализуются, идёт по ним конкретная работа. Отмечу, что финансирование фонда в этом году должно увеличиться. Сегодня тоже поговорим на этот счёт. Во всяком случае, всё, что я сегодня там увидел, говорит о том, что коллеги находятся на правильном пути и добиваются поставленных целей. Очень интересные и перспективные разработки. Иногда кажется, что мы сегодня, когда смотрели, смотрели какой-то фантастический фильм. В 2015 году фонду важно сосредоточить усилия на ускоренном развитии прорывных промышленных технологий, которые должны соответствовать новому шестому технологическому укладу. Именно такие технологии определят завтрашний облик отечественного ОПК, обеспечат серийное производство вооружений и военной техники нового поколения. Я просил бы Дмитрия Олеговича Рогозина при плановом уточнении программы деятельности фонда уделить развитию таких технологий, конечно, особое внимание. Продолжение следует...